это новый пульта джай джай смарт-контроллер с огромным встроенным экраном и сегодня расскажу что есть интересно внутри этого пульта let's go начну с того что сразу бросается в глаза это огромный экран здесь есть кнопка включения нас приветствует как всегда логотип джай дисплей здесь размером 5 5 дюймов если сравнить моим мобильным телефоном у меня iphone 7 здесь 47 дюйма если взять iphone 8 плюс либо iphone 7 плюс у него тоже 5 5 дюймов то есть это экран большого мобильного телефона и главное преимущество этого экрана конечно же то что он сильно яркий посмотрите насколько он ярко светит и специально сделана такая яркость производитель говорит о том что он в два раза ярче чем обычный дисплей мобильного телефона и это очень удобно для того чтобы когда вы летаете в солнечную погоду обычно на мобильном телефоне ничего не видно засвечено солнцем и не видно где ты летаешь может зацепить какие-то деревья либо еще это не очень безопасно а с таким ярким дисплеем даже в самую солнечную погоду вы сможете все увидеть все что снимает дрон по качеству изображения чтобы понимали разрешение этого пульта равно разрешение моего большого монитора 1920 на 1080 пикселей full hd один из главных плюсов этого пульта это быстрое подключение к дрону давайте сравним скорость подключения со стандартным пультом диджа и для того чтобы подключить стандартный пульт нам нужно достать телефон открыть вот эти держатели для телефона ставить телефон включить пульт разблокировать телефон зайти в приложение диджей гол и только тогда вы сможете летать чтобы начать летать на smart контроллере вам нужно всего лишь его включить по размеру если взять сложный стандартный пульт диджай приложить к смарт-контроллеру смарт-контроллер конечно в два раза больше чем стандартный пульт но если разложить стандартный пульт и вставить туда мобильный телефон и приложить к смарт-контроллеру они будут по размеру почти одинаково смарт-контроллер легко помещается фирменную сумку диджай который идет flymo kit наборе и он ложится легко если достать две батарейки и положить их в боковые карманы еще я вам скажу что в руках очень удобно держать его он как-то очень хорошо ложится в руки вот как раз под ваши пальцы когда берешь стандартный пульт от диджай он тоже удобный но из-за того что здесь такая сборная конструкция как-то это выглядит все не очень надежно и не так удобно в руках держится как вот этот пульт он конечно очень так приятно держится в руках мне нравится по поводу время работы он должен держаться где-то два с половиной часа и это хватает чтобы разрядить где-то 5 аккумуляторов на дроне диджай передача картинки идет с помощью технологии укусим 2.0 и у вас должно быть качественное изображение без помех на расстоянии до 8 километров у нас здесь появилось две новых кнопки кнопка назад и кнопка выбора также перенесли ползунок который переключает режимы спорт обычный режим и режим трипода снизу нас usb type-c для зарядки для прошивки пульта на верхней стороне у нас появился hdmi выход для карт памяти и usb выход также как на обычном пульте есть два колесика кнопка записи видео и кнопка для фото антенны теперь открываются одним движением вверх и здесь спрятаны стики стики очень круто прячется вот так когда антенны спрятаны вы их не потеряете здесь резьбу для стиков сделали немножко другой они также закручиваются и все пульт готов для полета давайте подключим к hdmi выходу вот этот монитор сразу после подключения все что отображается на дисплее пульта видно на мониторе пультом мы можем управлять с помощью стиков нажимаю функциональной кнопки либо с помощью сенсорного экрана у нас здесь есть меню и открывается список приложений которые есть в этом пульте самое главное есть джи гоу и настройки еще есть файл менеджер после съемок вы можете достать флешку с дрона вставить ее в пульт посмотреть что там вообще находится и перекинуть нужные файлы к примеру на телефон либо вставить usb флешку и перекинуть все на usb флешку так как маленький компьютер либо планшет вы можете очень много действий делать с помощью его к примеру после полета посмотреть что вы сняли перекинуть куда нужно вам файлы есть много приложений которые вы можете использовать и здесь есть еще гау шеер можете подключить мобильный телефон через вай фай быстро передавать файлы себе на телефон в пульте и встроенная память 12 гигабайт меня сейчас заполнено 6 также есть приложение tips если вы открыть здесь документация и все очень круто расписано я думаю после того как вы купите пульт вы точно почитать здесь есть настройки здесь очень много настроек я не буду вдаваться в детали я думаю если здесь так много настроек значит здесь много возможностей если зажать функциональную кнопку нас показываются различные возможности которые мы можем делать с помощью функциональной кнопки то есть расширять набор кнопок которые у нас есть на пульте примеру с помощью зажатой функциональной кнопки и колесико мы можем менять яркость дисплея, либо менять звук. Также здесь есть микрофон. Мы можем записывать звук во время полета, либо во время онлайн-трансляции с дрона как-то комментировать наш полет. И здесь сзади есть динамик. Пульт немножко шумит, здесь активное охлаждение. Внутри кулер, который охлаждает пульт. Здесь очень легко можно просматривать фотки и видео, что вы отсняли. А если вы подключите, как я, монитор, то вообще огонь. На большом мониторе посмотреть то, что ты отснял. Очень быстро вставили hdmi кабель и все у вас на большом мониторе. Сейчас вместе с комплектом второго майка можно немного доплатить и взять такой пульт. И наверное если бы я покупал сейчас второй майк, я бы брал бы этот пульт, потому что здесь много преимуществ и реально он крут. А если вы возьмете этот пульт уже после покупки второго майка, вы сможете использовать два пульта. У меня есть видео на канале. Вот здесь зайдите, посмотрите про то, как использовать два пульта на одном дроне. Ну а среди всех этих преимуществ есть один недостаток, который меня не радует. Это цена. 650 долларов на официальном сайте DJI сейчас стоит этот пульт. Но как вы знаете, хорошая вещь должна стоить дорого. На этом все. Спасибо Артему, что помог мне снять этот обзор. Вот его Instagram. Подписывайтесь на канал. А я погнал. Субтитры сделал DimaTorzok